Как мусульманин я начну с имени Бога. Поистине, вся хвала принадлежит Аллаху. Мир и благословение посланнику Аллаха. Начнём. Мои дражайшие братья и сёстры по человечеству, приветствую вас приветствием мира. Ас-саляму алейкум. Сегодня мы поговорим о человеке, который в седьмом веке жил в Аравии. И я верю, что он изменил мир. Этот человек – пророк Мухаммад. Салаллаху алейхи ва салям. Мир ему и благословение Аллаха. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи ва салям, кое-что сказал 1400 лет тому назад. И я верю, что эти слова – извечная истина. Последнее послание Бога. Я это почему говорю? Мы провозглашаем очень благой довод, основанный на рациональности, на здравом смысле, на интеллекте. Именно этим мы пользуемся при оценке истинности довода. Вот что он сказал. «Я – посланник Бога. Я – посланник Аллаха». На это можно посмотреть по-разному. Какие здесь могут быть варианты? Либо человек соврал, либо он заблуждался. И третий вариант – и то, и другое. Четвертый вариант – он говорил правду. Есть еще пятый, неочевидный вариант. Что это все легенды. Что вся история его жизни, включая его утверждения – это легенды, в которые мы не должны верить и считать их историей. Давайте воспользуемся нашим разумом, нашей рациональностью и оценим эти логические аргументы на предмет истинности. Итак, начнем с первого. Мог ли он соврать? Могли ли быть слова, что он последний посланник Бога, ложью? Давайте посмотрим на его жизнь. Не согласен, что слова Мухаммада о том, что он пророк, были ложью. Для нас это как отрицать своих матерей. Почему? Вот, например, как доказать, что ваша мать – действительно ваша мать, что она ей правда является? У вас нет доказательств. Вы же не ходили делать анализ ДНК. И только на основании этого. Верите, что ваша мать – ваша? Нет, конечно. А почему мы верим? Без сомнений. Что наши матери – правда наши. Мы верим на основе того, что называется достоверным свидетельством. Свидетельство вашей матери. Свидетельство вашего отца. Свидетельство врача, акушерки. На основе четырех-пяти свидетельств. Они дают веские основания. Верить, что это действительно ваша мать. И интересно, что у нас десятки тысяч достоверных свидетельств, утверждающих истинность пророка Мухаммада Мирьему. Это десять сподвижников Мухаммада Мирьему. И это интересно. Если эти свидетельства правдивы, то отвергнуть их будет, как всем нам отвергнуть своих матерей, о которых у нас четыре-пять свидетельств. А о пророчестве Мухаммада Мирьему – десять тысяч свидетельств. И это интересный аргумент, связанный с эпистемологией свидетельства, если хотите. Эпистемология – это изучение структуры знания. И достоверное, правдивое свидетельство является источником знания. Но есть еще больший аргумент против утверждения, что пророк Мухаммад Мирьему был лжецом. Если его считать лжецом, то кого тогда вообще считать правдивым? Ведь психологический портрет Мухаммада Мирьему является собой картину бесконечно далекую от личности лжеца. Я изучал психологию в университете. И если посмотреть на жизнь Мухаммада как человека, то видно, что невозможно назвать его лжецом. Посыл его был простым. Он звучит так. «Ля-Иляха-Иля-Ллах», что означает «нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, который аль-Илях – Бог». И он нес это послание человечеству, независимо от контекста. Ему предлагали богатство, власть, женщин, деньги. Все. Но он отверг все это ради послания. Его мучили, его сподвижников пытали и убивали. Он так голодал, когда его бойкотировали в его любимом городе Мекке, что привязывал пару камней к животу. Он пошел в Таиф, в один аравийский город. И просто сказал «поклоняйтесь единому Богу». А местные дети забрасывали его камнями. Его ноги истекали кровью. Историки и ученые говорят, от крови стопы к сандалям прилипали. И все эти жертвы он терпел ради одного послания. «Ля-Иляха-Илля-Ллах». Он был очень храбрым в битве о Хунейн, когда пророк защищал мусульман и немусульман своего государства. В них летели тысячи стрел. Исподвижники пророка дрогнули, убегали с поля боя. А он бросился в гущу битвы, говоря «Я посланник Аллаха». «Я не лжец». Какая отвага. Разве лжец может себя так вести? Как его? Жизнь? Может быть, жизнь не у лжеца. Мы же знаем. С точки зрения психологии. Лжец? Ради чего лжет? Ради мирских благ. Почестей, славы, власти. А Мухаммад отверг все это. Он был бедным. Бывало, по полгода из трубы его дома не шел дым. Готовить было нечего. Вот правда, вдумайтесь. Такого человека называть лжецом? Когда мы смотрим на его жизнь, мы не видим в ней доказательств, что он лжец. Поэтому я говорю, что называть Мухаммада мир ему лжецом, это все равно, что сказать правдивых людей не бывает. Мы знаем, он не мог врать. Следующий вариант. Мог ли он быть заблудшим, сумасшедшим, бесноватым? Нет. И мы это видим, глядя на его учение. Посмотрите на его учение. На его пророческое учение. Известное как хадис в единственном числе или ахадис во множественном, в арабской традиции. Учение его довольно феноменально. Это феномен. Например, он говорил, «Истинное богатство не в том, чтобы быть богатым, а в богатстве души. Смиренная душа богата». Пророк сказал, нельзя вредить ни первому, ни в ответ. Также он сказал «Ла юмину ахадакум, хатта юхеббали ахейхима юхеббали нафсихи». Это на арабском. Переводится так «Ваша вера не станет совершенной, пока не будете желать другим того же, что себе». Пророк Мухаммад мир ему говорил, «Кто милосерден к тем, кто на земле, будет милосерден тот, кто на небесах». Пророк Мухаммад мир ему говорил, «Доброта и сострадание возвышают человека, а нехватка доброты и сострадания делает хуже». Много есть пророческих мудростей. Даже касательно геополитики. Пророк Мухаммад мир ему говорил, «Все, что нужно сыну Адама, то есть человеку, еда, одежда и кров. То есть он определил главные потребности». И на этом принципе строится распределение благ. В отличие от капитализма. Ложной идеологии. Которая говорит, что нужд много, а ресурсов мало. Ложная геополитическая реальность. Вот касательно еды. У агрокультурных организаций калорий достаточно, чтобы накормить три планеты. И что, это учение заблудшего человека? Нет, конечно. Есть еще более сильный аргумент. Посмотрите на его жизнь. Много в ней было обстоятельств и разных контекстов, которые Мухаммад мог использовать, чтобы прикрыться этим. Мол, да, так и есть. Я же истинный пророк, я прав. Но этого не происходило. Вот, например, взять случай с лунным затмением, когда его сын Ибрагим скончался в детстве. Арабы начали говорить, это лунное затмение случилось как раз из-за того, что умер твой сын. Но пророк Мухаммад мир ему сказал, нет, со смертью людей оно не связано. Так что нет причин считать Мухаммада заблудшим. Посмотрите на его учение, на его жизнь. А может быть, что и то, и другое. И лжец, и заблудший. Но если это по отдельности не так, то и вместе не так. Этого быть не может. Лучшее объяснение это то, что он говорил правду. Простой, ясный аргумент. Но помните, есть еще пятый вариант, неочевидный. То, что это все легенды. Ведь если рассмотреть жизнь Мухаммада мир ему и благословения Аллаха, однозначно делаешь вывод, что он правду говорил. Поэтому профессор Монтгомери Уорд в своей публикации о Мухаммаде сказал утверждение, что Мухаммад самозванец создает больше вопросов, чем дает ответов. Глядя на его жизнь, понимаешь, он говорил правду. И тут у людей такой аргумент. Мол, рассказы о его жизни это легенды. Но это намеренное искажение исламской истории. Ведь то, как ученые, исламские ученые заботились о сохранности сообщения жизни пророка. Было на высшем уровне. В арабской традиции это называется «Ильмуль-Хадис» наука о преданиях. Это поразительная наука. Ведь у нас есть не только тексты. Текст называется «Матан», но и «Иснад» цепочка передатчиков. И каждый следующий в этой цепочке общался с предыдущим. А общался с Б, Б общался с С, С общался с Д. И биография каждого из них изучалась отдельно. Это называется «Ильмуль-Риджаали» наука о людях. Рассмотрено десятки тысяч биографий, передатчиков. Было выявлено, что они не были замечены во лжи, в грехах, то есть они были праведными. То есть мы знаем, что все они, передатчики в этой цепочке, заслуживают доверия. И это только верхушка айсберга истории исламских наук. Есть матан, то есть текст, и есть цепочка передатчиков. Это грамотный подход, ведь каждый человек в цепочке проверялся. Такое и в западной истории имело место. Отвергая исламскую модель, отвергнешь и Аристотеля, ведь учение Аристотеля дошло до нас через Платона. Также это значит отрицать 1066 год, битву при Гастингсе, ведь сообщения о ней пришли тоже через свидетельства, письменные или устные. Наши науки довольно детальны, ведь у нас биографии каждого передатчика сообщения в цепочке. Один западный профессор сказал, дескать, мы не можем доверять этим передатчикам, потому что они предвзяты. Но если говоришь предвзяты, надо это доказать. Если посмотреть на пророческую традицию, были те, кто передавал, пророк Мухаммад упал с лошади. Передается, что однажды женщина принесла показать пророку Мухаммаду свою прокладку. Звучит грубо, но из этого мы видим, что в жизни пророка было то, что противоречит культуре арабов. Так что, говоришь предвзяты, докажи, ведь эта традиция противоречит культуре арабов того времени. Так что предвзятости не видно. И он же сказал, тот же самый профессор, востоковед, не существует, говорит, ранних цепочек передатчиков пророческой традиции в виде текста. Это неправда. Существует много сборников самого раннего периода ислама. Это обширная тема. Я просто показать хочу обратную сторону того, как записана наша история. И отвергать нашу историю значит отвергать битву при Гастингсе или существование Аристотеля. Связь здесь прямая, поэтому мы утверждаем, пророк Мухаммад, мир ему и благословение, на самом деле говорил правду. Мои дорогие братья и сестры по человечеству, а теперь давайте поговорим о чуде Корана. Это особенное явление. Это лингвистическое, литературное чудо Корана, то есть Речи Всевышнего. Смотрите, перед тем, как я начну, давайте определимся, что считать чудом. Ведь традиционно западная философия, например, Дэвида Хьюма, который рассуждал о чуде, говорит следующее. Чудо – это нарушение естественных законов. Он утверждал следующее. Говорил, что такое естественное? Это шаблоны, по которым функционирует Вселенная. Индуктивные, общие шаблоны, по которым действует Вселенная. И вот мы рассматриваем определенный набор шаблонов и предполагаем, что так должно происходить всегда. И поэтому, если кто-то этот шаблон нарушает, чудо ли это? Не чудо, ведь связи нет, может это исключение из шаблона. Или мы что-то плохо изучили. То есть смысл в чем? Непоследовательная теория о том, что есть чудо. Теперь давайте рассмотрим с исламской точки зрения. У нас определение чуда как раз таки последовательное. Смотрите, в исламе мы описываем чудо как акт чего-то невозможного. Что значит невозможного? Это не формальная логика, а действительно то, чему нет естественного объяснения. Когда иссякли все естественные объяснения рассматриваемого явления. Например, в Коране говорится о Моисее. Мусе, алейхиссалям, мир ему. Это схоже с другой традицией христианской, где Моисей говорил с фараоном. В Коране Бог говорит, посох пророка Моисея, мир ему, деревянный посох, превратился в змею, и она съела веревки, которые колуны замаскировали под живых змей. Вот это, по сути, и есть чудо. Это же что-то невозможное. Это явное нарушение естественных законов. Это вообще никак не объяснишь естественными законами Вселенной. деревянный посох, что ты с ним не делай, так и останется неодушевленным предметом. Он не станет чем-то живым, змеей, например. Это невозможно, что ты не делай. Таковы естественные законы во Вселенной. Посох это или еще что-то неодушевленное. Какие бы мы манипуляции не проводили, он никогда не превратится в змею. И это без вариантов. Это невозможное. Акт невозможного, естественного объяснения этому нет. И это признак божественности, что это явление от Бога. Вот так ислам смотрит на чудо. Так вот, Коран это лингвистическое чудо. Почему я говорю это? Потому что Коран это нечто невозможное. Если рассмотреть все буквы арабского алфавита, если мы рассмотрим слова, классические слова, арабского языка, все правила арабского языка, несмотря на все усилия, мы не сможем воспроизвести уникальную литературную форму Корана. Не сможем. Всевышний в Коране бросает вызов. Например, один из таких аятов в Суре Бакара, глава под названием Корова. Она под номером 2. В 23 аяте Бог говорит Смысл такой. Если вы сомневаетесь в этой книге, которую мы послали пророку Мухаммаду, принесите одну такую же суру и призовите ваших свидетелей, кроме Аллаха, если вы говорите правду. Это интеллектуальный вызов. Этот вызов был обращен к определенной среде в 7 веке в Аравии. Как раз тогда арабы достигли пика мастерства в арабском языке. Это лингвистический вызов. Поэтому ученые и западные и восточные называли этот вызов лингвистическим литературным, обращенный к лучшим специалистам в арабском языке. Мы знаем исторически известный арабский историк Ибн Урашик говорил, что на момент неспослания Корана в Аравии в 7 веке праздновали только две вещи рождение мальчика и когда среди них появлялся поэт. То есть социализация, выразительность арабского языка позволяла многое. Причисляла к лите, ну вот как сегодня президент, люди высшего общества. И Аллах не спасла в Коран, бросил вызов там, где это ярче всего показало бы невозможность повторить Коран. Литераторов того времени ученые называют лучшими лингвистами. Лучшими. Так вот, Аллах бросил вызов в Коране, но они не ответили на него. Мы знаем это, потому что лучший лингвист того времени Уалид Ибн Аль-Мухира сказал, клянусь Аллахом, это не от человека. Я владею наукой языка. Коран не может быть от человека. Смотрите, в чем Коран уникален с этой точки зрения? Смысла не вижу особо вдаваться в детали, многие из вас не знают арабского. Но мы можем на эту тему сказать в общем, что Коран является исключением в арабском языке. В общем, в арабском много литературных форм. Например, есть саджа, то есть рифмованная проза, есть мурсаль, прямая речь, есть поэзия, есть 16 ритмических шаблонов, основанных на длине слогов, называется Аль-Бихар, есть еще стиль макама. Макама это комбинация прозы и поэзии. Но Коран исключение из всего этого. Исключение. Ведь Коран не поэзия, нельзя сказать, что любая глава совпадает, например, со стилем Аль-Бихар, то есть ритмическими шаблонами поэзии. И Коран не макама, ведь в стиле макама есть разница разграничения между прозой и поэзией. А в Коране они смешиваются уникальным образом. Профессор Эй-Джи Эмпери сказал, что Коран это уникальный синтез поэзии и прозы. Также отметим, что в Коране много прямой речи, красноречивой, выразительной, изящной, ритмичной. И Коран это не саджа, не рифмованная проза, ведь рифмованная проза сильно отличается. Дэвид Джей Стюарт, арабист, написал в энциклопедии Корана и в других трудах тоже, что рифмованная проза отличается рифмой и рифмическими шаблонами, основанными на ударении, на акцентировании, как детские стишки. Идет бычок качается, вздыхая на ходу. Рифма на основе ударения. Рифма на основе слогов. И в рифмованной прозе по определению сконцентрированы риторические приемы. Но Коран является уникальным, куда более красноречивым, чем все известные формы рифмованной прозы. По своей структуре Коран выделяется среди всех рифмованных проз, хотя это чистый арабский язык, но в уникальной литературной форме. Поэтому, например, один профессор пишет в своей книге об исследовании Корана, что аяты этой книги Корана являют читающему их ощутимые знамения неощутимой реальности, или, например, значение в значении, например, свет поверх света. Профессор Мартин Зам сказал, что, если рассмотреть доисламскую поэзию, Коран это выдающееся проявление арабского языка. Профессор Робинсон написал одну удивительную книгу. В ней он исследует Коран с глубоким подходом к тексту. У него целая глава, динамичный стиль Корана. В арабской традиции называется Ильтифат. Рассматриваются переходы с одной темой на другую в Коране. Коран красноречивее любого арабского произведения. Еще Смит в своей книге «Мухаммад и мухаммадонизм» говорит «Стиль Корана это чистое чудо мудрости и истины». То есть смысл в чем? Он как бы сказал, что Коран это правдивая проповедь, и арабы, имея все инструменты, не смогли повторить Коран. Получается, Коран это чудо. Ведь арабы в то время виртуозно владели языком на пиковом уровне, и при этом не смогли ответить на вызов Бога, потому что это невозможно. То есть Коран это не только уникальная литературная форма, но плюс к этому и вызов сочинить подобную суру. Весь Коран состоит из арабских слов, и при этом несмотря на все усилия, невозможно сочинить что-то подобное в такой же уникальной литературной форме. Это невозможно. Естественных объяснений этому нет. Коран божественной природы по определению это лингвистическая и литературное чудо. Некоторые возражают. Как насчет Шекспира? Ну, у него стиль уникальным не был. Он был отличительным, но это не значит, что это было от Бога. Красиво, согласен, но у Шекспира не была уникальная литературная форма. Мы говорим о структуре языка, рифма, ритм, сама структура, база, а не производные от этой базы, которые сформулированы на основе этой базы. У Шекспира форма изложения не была уникальной. Он использовал ямб, пентаметр, как и многие другие английские ученые. Он использовал хориический стих, белый стих, но это использовал и Кристофер Марло, и другие английские литераторы. Так что это ложные утверждения. А в Коране уникальная литературная форма. На основании вышесказанного мы знаем, что это чудо. Так вот, что это значит? Это значит, что у Корана божественная природа. И раз она божественна, значит, что в Коране сказано, это все правда. Ведь что пришло в истинном источнике? Само истина. Это как эпистомический фундаментализм. Что означает, что у нас есть доказательство, что источник истинный. И то, что сообщает истинный источник, тоже истина. В Коране Аллах говорит, читайте пятикратную молитву, это приблизит вас к Богу. Это правда. Если Аллах в Коране говорит, не брать и не давать под проценты, мы должны повиноваться и не использовать ростовщичество в экономике, потому что Коран истина. Поймите правильно, можно и иррационально это обосновать, но это самое простое, это от Бога, так что это истина. Спасибо большое, что послушали.